Бедный человек становится еще беднее, а богатый становится еще богаче. Это эффект Матфея. Он заключается в том, что ресурсы в нашем мире распределяются крайне неравномерно. Это уже доказанный феномен. Если у вас есть какое-то преимущество, то вы начинаете это преимущество кратно увеличивать. А если у вас есть какое-то отставание, то вы начинаете увеличивать кратное отставание. Этот феномен наблюдается и в спорте, и в личных взаимоотношениях, и в сфере обучения. Ну и конечно же он наблюдается в деньгах. Долбанные деньги. Именно с такими эмоциями многие люди относятся к своим деньгам и к своему заработку. Я предлагаю тебе пройти небольшой психологический тест, который покажет готов ли ты к большим деньгам или нет. Тест заключается в том, что прямо сейчас тебе нужно представить, что ты оказался в абсолютно незнакомом тебе городе ночью посреди города совершенно один. И в этот момент ты просовываешь руку в свой кошелек, достаешь его. И вот внимание вопрос. Какая сумма денег должна оказаться в нем, чтобы ты чувствовал себя спокойно и комфортно? Средний статистический человек называет плюс-минус сумму своей среднемесячной зарплаты. Это нормальный показатель. Если ты, не задумываясь, назвал сумму больше, это хороший знак. Это значит, что ты готов к финансовому росту. Но если же ты назвал сумму меньше, чем твоя среднемесячная зарплата, это значит, что ты по какой-то причине готов соглашаться на меньшее. В этом видео не будет никаких схем о том, как зарабатывать больше денег. Я этого просто делать не умею. Не умею людей обучать заработку. Моя задача в этом видео научить тебя мыслить немного по-другому. Сделать так, чтобы ты немного переформатировал свое мышление и направил его в нужное направление. В направление к твоим деньгам. Я не буду здесь тебе показывать свои скриншоты из бизнес-кабинетов. Иначе мне просто тебя придется убить, если ты увидишь эти скриншоты. Это была шутка. Уже можно смеяться. Нет, на самом деле, таких специалистов, которые показывают липовые скриншоты в интернете, очень много. Я глубоко убежден, что каждый человек, ты, 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 все, кто смотрит это видео, вы уже знаете, имеете возможность улучшить или усилить свое финансовое положение. Единственное, что вам мешает, это внутренние психологические блоки и ограничивающие убеждения. Не жили богато, нечего и начинать. Все беды от денег. Больших денег честным трудом не заработаешь. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь может всплыть невероятная вереница ограничивающих убеждений, которые уже превратились в пословицы и поговорки. И мы настолько часто их повторяем, что сами не замечаем, как погружаем себя в нересурсное состояние и в негативное отношение к деньгам и заработку. Вся проблема данного рода убеждений, что мы увязываем свое внутреннее состояние с наличием либо отсутствием денег. Как это происходит? То есть у нас появляется такое мета-убеждение, либо над-убеждение, которое можно свести к простому правилу. Если у меня денег нет, то я чувствую себя несчастным. Если у меня деньги есть, как я считаю, то я буду более счастливым. Хотя на самом деле наш уровень счастья и уровень нашего финансового достатка абсолютно не связаны. Имея такое убеждение, что когда у меня будет много денег, я буду более счастливым, либо же, когда у меня денег нет, я страдаю, мы себя вообще приучаем страдать и чувствовать себя обделенным человеком. Именно из-за этой установки. И вообще большой ошибкой является привязывать наш уровень счастья к наличию либо отсутствию денег. Давай попробуем разобраться на небольшой метафоре. Возьмем какой-нибудь предмет твоего обихода. Ну, к примеру, зубная паста. Что ты делаешь, когда зубная паста закончилась? Или когда она заканчивается? Или когда ее просто нет? Ты переживаешь очень сильно? Связываешь ли ты уровень счастья с зубной пастой? Наверное, нет. Ну да, ты можешь немного расстроиться, потому что вот она у тебя закончилась прямо сейчас. Тебе нужно срочно почистить зубы. Но что происходит? Когда ты приобретаешь новую пасту или идешь у кого-то и ее одолжаешь, твой уровень счастья не становится выше. То же самое происходит с деньгами. Если ты привязываешь свой уровень счастья к наличию либо отсутствию денег, то ты рискуешь быть постоянно несчастным. И самое интересное, когда ты достигаешь какого-то успеха, как на примере с зубной пастой, когда у тебя денег становится больше, ты не чувствуешь себя счастливым. Это два краеугольных камня, это два взаимно ложных убеждения. Если у меня нет денег, я несчастлив. Если у меня есть деньги, я счастлив. Это так не работает. Мы в НЛП подразумеваем такую пресуппозицию, что у нас все ресурсы есть внутри. И из этого мы будем делать следующие упражнения, которые помогут тебе трансформировать твое финансовое мышление. Первая и самая главная рекомендация этого выпуска – отвяжите свой уровень счастья от количества финансов. Причем это достаточно просто сделать. Если вы себя чувствуете несчастливым от того, что у вас недостаточно денег, попробуйте представить себя предпринимателем, который обанкротился и имеет огромную гору долгов за собой. Который боится снимать трубку телефона, который боится выйти на улицу и он уже не знает кого бояться. Бандитов, тех, кому он должен денег или полицию. Он находится в куда гораздо более сложной ситуации, чем вы. Если вы себя сравните с таким человеком, то вы поймете, что ваша ситуация и ваш уровень счастья должен быть на достаточно высоком уровне. Если не хватило предыдущего примера, представьте себе, что вы заходите в палату реанимации, где лежат люди, 80% из которых умрут в течение суток. Там есть и дети, и люди среднего возраста, и пожилые люди. Они все мучаются и умирают. И посмотрите, что происходит с вами сейчас. Сейчас, скорее всего, ваш уровень счастья уже намного выше. Если двух предыдущих примеров тебе не хватило, предлагаю тебе сделать путешествие в мир бомжа. Представь, что ты открываешь глаза, ты просыпаешься в картонной коробке, видишь ноги проходящих мимо тебя людей, проезжающие автомобили. Ты ужасно хочешь кушать, и ты представляешь, что весь твой день будет заключаться в том, что тебе нужно будет добыть себе пищу на каких-то других помойках. Дальше тебе нужно будет думать, как тебе переночевать и как тебе вообще выжить. Потому что, возвращаясь на то же место, скорее всего, твою коробку уже кто-то займет другой, либо ее вовсе выбросят в мусор. Поэтому сейчас вот эти три примера, я уверен, что помогают тебе поднять твой уровень счастья и отвязать его от наличия или отсутствия денег. А теперь проведем еще один небольшой психологический тест. Сейчас обрати внимание, я скажу одно словосочетание, а твоя задача отследить, какой образ у тебя возникает, когда ты слышишь это словосочетание. Даже лучше будет, если ты это словосочетание произнесешь вслух, либо произнесешь своим внутренним голосом. Какой образ у тебя возникает, когда ты проговариваешь внутри себя словосочетание «мои деньги»? Может быть это будет кошелек, может быть это будет кошелек полный денег, может быть это будет пустой кошелек, может это будут пустые карманы, может это будет приложение твоей банковской карте, на которой либо много, либо мало денег. Я не знаю, какой образ у тебя всплывет, но что важно в этом упражнении? Если твой образ получился отталкивающий, неприятный, негативный, чтобы ты его переформатировал таким образом, чтобы он стал для тебя привлекательным и приятным. Делай еще раз тест. Словосочетание «мои деньги» произносишь вслух либо внутренним голосом и ловишь тот образ. У меня, например, всплывает мой кошелек, полностью набитый денежками. Это мне очень нравится и это меня очень бодрит. Что тебе нужно дальше делать? Когда ты получил этот образ, если он тебя привлекает и он тебя манит, это окей, оставляем как есть. Если же ты получил образ, который тебя не привлекает, твоя задача сделать его привлекающим. И следующая задача, более сложная, каждый раз, когда ты думаешь о деньгах, представлять тот образ, который ты уже сформировал, который ты сформировал в этом упражнении. Почему это важно? Если мы задумываемся о покупке чего-то, нам нужно что-то купить и мы представляем нересурсный образ, тот, который у нас уже натренирован, запечатлен в голове. Мы тем самым начинаем относиться к собственному заработку очень в негативной коннотации. Если мы думаем о том, что мне нужно пойти в магазин, представляем свой кошелек, который пустой, либо пустые карманы, мы не будем в себе культивировать вот это состояние, нужное, ресурсное, которое будет помогать привлекать больше денег. Из этого состояния нужно выбираться и самый простой способ работать с этим образом. Следующее упражнение. В чем оно заключается? Представь себе, как если бы ты достиг полной финансовой реализации. То есть у тебя есть все, что тебе необходимо. Причем финансовая реализация не только заключается в какой-то энной сумме. Скорее всего, тебе эта энная сумма нужна для чего-то. То есть есть какое-то намерение, для чего тебе эти деньги. И твоя задача сейчас, насколько это возможно и доступно для тебя, представить себя, как ты видишь себя со стороны, таким, как ты достиг своей финансовой полной реализации. Я не знаю, какой это будет образ, у каждого он будет разный. Обрати внимание, как ты выглядишь, как выглядит твое тело, обрати внимание на то, во что ты одет, обрати внимание в какой-то обстановке, обрати внимание на то, какие люди тебя окружают, если они есть. Обрати внимание на какие-то предметы интерьера, может быть ты в какой-то дорогой квартире, а может быть доме, а может быть ты просто на берегу океана. Я не знаю, что это будет у тебя, но твоя задача сейчас в процессе этого упражнения нарисовать, насколько это возможно, четкий образ своего финансового успеха. Это очень важно. Мы сейчас немного помечтаем. Ты сейчас со стороны рисуешь себя, а теперь, когда ты нарисовал себя, твоя задача стать этим образом. То есть ты сначала визуализировал со стороны, глядя на себя со стороны, и теперь твоя задача с этим образом соединиться, оставить себя здесь, как если бы я делал это упражнение, мой образ бы находился здесь, а я бы сидел здесь на этом стуле. Так вот, твоя задача сейчас себя самого оставить здесь и мысленно переместиться в тот образ. И здесь очень важный ключевой момент. Он заключается в том, что когда ты становишься тем, кем ты себя нарисовал только что, твоя ключевая задача обратить внимание на все свои ощущения и все свои эмоции. Хорошо тебе в этом образе или нехорошо? Комфортно или некомфортно? Если ты понимаешь, что находясь в том образе, глядя на себя, теперешнего, который есть сейчас, находясь в образе будущего, успешного человека, если ты понимаешь, что есть какой-то дискомфорт, то скорее всего вместе с этим дискомфортом полезут какие-то убеждения, полезут какие-то установки. Ты будешь что-то проговаривать себе внутренним голосом. И твоя задача сейчас, прямо сейчас, это все дело записать, выписать и законспектировать для себя, потому что мы дальше будем с этим всем работать. Подумай, что можно добавить в этот образ, что можно изменить, что можно улучшить. Может быть какие-то детали, которые ты рисовал, глядя на себя со стороны, они не являются важными и ключевыми. А когда ты встал на позицию уже достигшего успеха, ты начинаешь понимать, что там есть какие-то другие, более значимые вещи. Здесь постарайся покорректировать, меняй этот образ, находясь в нем до тех пор, пока он не станет тебе комфортным. А когда он станет для тебя полностью комфортным, вернись обратно сюда, обратно на свое место и уже посмотри на скорректированный образ. Это очень важно. Это очень важное упражнение, потому что на нем мы начинаем находить те ограничения, которые могут нас не пускать. Вторичные выгоды мы их называем в психологии. Например, если ты достигаешь финансового успеха, ты много работаешь, у тебя могут рушиться отношения с близкими. А может быть даже кто-то из твоих близких, допустим твои родители или твои друзья, перестанут тебя понимать, начнут говорить, да ты зазнался, да ты вообще. А знаешь, иногда родители начинают говорить, если ты слишком много зарабатываешь, ты наверное занимаешься какой-то не совсем законной деятельностью. Такого бывает очень много и твоя задача найти эти вещи, которые могут тебя ограничивать. Пришло время поработать над установками. И я тебе предлагаю сделать еще одно тест упражнения. Оно тоже достаточно простое. Представь себе ситуацию, и ты наверняка много раз с этим встречался, когда тебе нужно что-то приобрести, не среднестатистическое, то на что ты тратишь деньги, а допустим что-то подороже, что-то на уровне твоего среднемесячного заработка, какой-то предмет, не знаю, компьютер, телефон, что-то еще. Какие внутренние диалоги у тебя в этот момент происходят? Наверное, ты говоришь, я не могу себе это позволить, я никогда себе этого не куплю, я слишком мало зарабатываю, мне на это не хватает, или куплю, когда будут деньги. Со всеми этими внутренними установками нужно работать. Это наши бессознательные конструкции, которые у нас возникают, и они по большому счету формируют нашу финансовую реальность. Вот это упражнение, оно мне нравится просто неимоверно. Когда ты собираешься что-то купить, что, ну скажем так, больше, чем ты тратишь ежедневно, какая-то стоящая вещь, отследить, какая мысль в голове у тебя пролетает. Вот и эти мысли сейчас нужно выписать и постараться их изменять. Я сейчас подскажу, как это делать. Если ты отследил у себя установку такую типа «у меня нет денег», нужно говорить «я куплю это, когда заработаю деньги». То есть наша задача переформатировать новое убеждение, не выграничивающее, а дающее возможности. Например, если ты нашел у себя убеждение «мне не хватает денег», ты можешь сказать у себя внутри его заменить на другую установку «мне сейчас временно не хватает», а дальше они у меня появятся. И таким образом, переформатируя вот эти установки, ты будешь открывать себе большие возможности. А сейчас мы сделаем с тобой упражнение, которое, я уверен, тебе очень понравится. Это упражнение называется либо символ мечты, либо макет мечты. Шаги упражнения предельно простые. Тебе нужно сейчас немного помечтать. Тебе нужно представить себя, как если бы ты был полностью удовлетворен своей жизнью. Ты полностью 100% удовлетворен своим заработком. Ты полностью на 100% удовлетворен своим здоровьем, своим внешним видом, своей одеждой, тем местом, где ты живешь. То есть, вот идеальная картинка, которую ты только можешь представить. И самое главное, чтобы ты почувствовал от этой картинки энергию. Причем в этом упражнении ты можешь представлять себя, как видя себя со стороны, так и глядя на все то, что ты хочешь получить своими глазами. Здесь это не принципиально. Здесь твоя задача потратить время на это упражнение и хорошенечко так размечтаться. Размечтаться, чтобы ты почувствовал прям ресурс в этой мечте. И когда ты вдоволь намечтаешься, запомни этот образ. Просто запомни на данный момент. Как будто внутри сделай мысленную фотографию. Дальше вторым шагом тебе нужно создать макет мечты. Сейчас поясню, как это достаточно просто сделать. Тебе нужно выбрать какой-то предмет. Может быть, какую-то статуэтку, какую-то монетку. У меня, например, есть ключик. Кстати, историю про ключик я расскажу немножко позже. То есть, это может быть какой-то предмет, но необычный, который будет тебе напоминать о том состоянии, которое у тебя было. Или это может быть какой-то рисунок. Ты можешь прямо сесть и зарисовать что-то. Ты можешь даже вылепить что-то из пластилина. Или высечь из камня. Суть не в этом. Суть в том, что тебе нужно войти в это состояние. Затем взять какой-то предмет. И как бы создать между этим предметом и твоим состоянием нужную связь. Потому что этот предмет будет в дальнейшем тебе напоминать о том, чего ты хочешь, о том, к чему ты стремишься. Итак, три простых шага. Сначала создаем образ своей мечты. Это прям должна быть не цель, а мечта. Где вот все супер идеально. Затем находим, либо создаем какой-то образ. Ключ, монетка, статуэтка, фигурка из пластилина, рисунок. Все, что ты придумаешь. Итак, у тебя уже есть два элемента. Необходимый образ, который ты создал. Образ мечты. И у тебя уже есть какой-то макет, который тебе будет об этом напоминать. И третий шаг. Это увязать две эти вещи. Причем от создания образа до получения этого предмета может пройти какое-то время. Я однажды, когда проделывал это упражнение, спустя, наверное, сутки. Ну, получается, на следующий день просто шел по улице и на дороге нашел ключ. И на тот момент я еще не подобрал для себя символ. То есть у меня уже был создан образ. И я просто гулял по улице и увидел этот ключик. И у меня сразу пришла ассоциация. О, это ключ от моего миллиона долларов. К чему я, собственно говоря, и стремлюсь. Точно так же нужно сделать и тебе. Создаешь вдохновляющий образ мечты, представляешь его во всех подробностях. А затем находишь какой-то символ и увязываешь их между собой. И это будет тебе очень хорошо помогать. Причем желательно этот образ потом держать где-то у себя на виду. У меня, например, мой ключик находится совсем рядом со мной. Еще одно упражнение, которое очень сильно поможет тебе прояснить твои отношения с деньгами, Оно называется «Либо два стула, либо отношение к деньгам». И как ты понял уже из названия, нужно взять два стула. Берешь один и второй стул. На одном стуле садишься, а на второй стул просто глядишь глазами. И представь деньги. Каждый из людей представит деньги каким-то своим образом. Для кого-то это будет гора золотых монет. Для кого-то это будет много пачек с наличностью. Для кого-то это будут, не знаю, какие-то карточки электронные, ну и так далее. Суть не в этом. Твоя задача представить на противоположном стуле то, что для тебя является символом денег. Следующий шаг. Тебе нужно сесть на второй стул и представить, что ты и есть деньги. То есть себя оставляешь на первом стуле, садишься на второй стул и представляешь, что ты и есть эти деньги. Дальше тебе нужно обратить внимание на твои ощущения. Прямо можешь сказать, я сейчас деньги. Обрати внимание, насколько тебе комфортно находиться с этим человеком. Ты сейчас деньги. Ты смотришь на человека. На себя. И обращай внимание, твоим деньгам комфортно рядом с тобой или нет. Дальше ты можешь задать себе вопрос. А готовы ли мы прийти к этому человеку? Готовы ли мы пойти с этим человеком? И здесь очень важно обратить внимание на то, что происходит внутри денег. На то, какие ответы они дают. Они дают очень интересные ответы, если ты пошагово методично проделываешь эту технику. Если деньги отвечают, да, мы пойдем к этому человеку, то в целом все хорошо. Но чаще всего, если у тебя есть какие-то вопросы с деньгами, они отвечают нет. И твоя задача, находясь в роли денег, получить какие-то советы. Прямо дать советы этому человеку, то есть себе, от имени денег. Даешь советы. Потом снова переходишь в место, где находишься ты. Оставляешь деньги. И как бы слушаешь советы, которые тебе дали деньги. Получаешь вот эти советы. Делаешь какую-то обратную связь. Рефлексируешь, насколько важны эти ценные советы. Ты признаешь их, обещаешь эти советы исполнить. Потом заново садишься в роль денег. И задаешь снова вопрос. А готовы ли мы деньги прийти к этому человеку? Если ответ да, окей. Если ответ нет, то заново даем из роли денег себе советы. И здесь, в этом упражнении, ты найдешь невероятное просто количество, во-первых, советов, как деньги к тебе относятся и любят ли они тебя. Ты увидишь себя со стороны. Глядя на себя со стороны, ты сможешь оценить. А вообще, будучи деньгами, я бы хотел с этим человеком как-то взаимодействовать. Я бы хотел к нему прийти. Я бы хотел вот с таким человеком пойти дальше. Кстати, очень полезно иногда на себя в зеркало посмотреть и оценить себя. Когда вот у тебя плохо с деньгами, с продажами, с отношениями. Вот любая психологическая задача, которая перед тобой стоит, на самом деле, очень легко исправляется, глядя на себя в зеркало. Если у тебя проблемы с противоположным полом, встань, посмотри в зеркало и задай себе вопрос. Если бы я был девушкой, я бы пошел с этим человеком? Если ты будешь видеть отвращение, неприязнь какую-то, то значит нужно что-то менять. То же самое с деньгами. Если ты поглядишь на себя со стороны в этом упражнении, и ты понимаешь, что деньги к тебе не хотят идти, потому что ты выглядишь не очень приятно, я не говорю про твой внешний вид, а выглядишь отталкивающе, то нужно спросить совета у денег. Что мне делать, чтобы вы хотели ко мне прийти? И тогда жизнь начнет очень сильно меняться. Итак, небольшой чек-лист по итогам этого видео. Первое. Увязываю ли я свой уровень счастья и деньги? Второе. Есть ли у меня ограничивающие установки насчет денег? Третье. Какие новые позитивные денежные убеждения мне стоит повторять, чем можно чаще? Четвертое. Есть ли у меня позитивное видение своего будущего? И пятое. Проделав последнее упражнение, как я могу установить более доверительные отношения с деньгами?